Всем привет! Это небольшое, незапланированное видео. Я сегодня хотел бы рассказать про камеру Canon 90D. Это зеркальная камера, которая в настоящий момент еще не вышла, но которую лично я очень жду. Сейчас я снимаю это видео на Canon 700D. Это самая начальная зеркальная камера, на которой я снимаю этот блог уже примерно полгода. И камера мне в целом очень даже нравится, но сейчас уже хочется чего-то большего. И сейчас я смотрю на рынок зеркальных камер, и в общем-то Canon немного отстает. Как сказал один популярный видеоблогер, что Canon немного посасывает, потому что компания Panasonic выпустила кучу зеркальных камер, которые снимают 4K видео и имеют кучу встроенных фишек. И в этом отношении Canon немного, конечно, отстает. Хотя традиционно раньше считал, что Canon хорошо подходит для съемки видео. Чем примечательна камера Canon 90D и почему я жду именно ее и не собираюсь сейчас менять эту камеру на что-то другое, пока не выйдет та камера. Почему я вообще не возьму Panasonic и не успокоюсь? Ну, дело в том, что вот эту камеру я взял, вот эту 700D, камеру Canon 700D. Я к ней уже купил, к ней шел хороший китовый объектив, к ней я уже купил один объектив Canon 24 мм и купил уже переходник на M42. То есть, короче говоря, у меня сейчас три объектива. И если я сейчас куплю какую-нибудь камеру другой фирмы, то получается, что все эти стекла можно выкидывать на помойку. И в целом, покупая другую камеру, опять придется покупать какие-то объективы. Но это не очень рационально. Намного рациональнее работать с камерами одной и той же системы, использовать один и тот же модельный ряд оптики. И в целом это более разумно. Сейчас вышла новая камера Canon 80D. У нее улучшились многие характеристики. Но она по-прежнему не записывает 4K видео. И вот именно это меня остановит от покупки. Потому что все-таки 4K видео, оно уже есть в экшн-камерах, оно уже есть в iPhone. Но почему ее нету в Canon 80D? Canon отстает. И отстает очень существенно. Чем примечательна камера, которая еще не вышла, Canon 90D? Во-первых, у нее будет 4K видео. Судя по обзорам, которые я смотрел на западном YouTube, 4K видео будет. Во-вторых, 45 точек автофокусировки. 45 точек. Увеличенный сенсор, увеличенная светочувствительность. Технология Dual Pixel. Возможность управлять камерой по Wi-Fi. Возможность, по-моему, там GPS даже встроенной будет. То есть, чего там только нет. Это уже полностью нафаршированная, кропнутая камера будет. И я ее жду с большим нетерпением. Потому что я думаю, что она очень даже подойдет именно для задачи ведения блогов. И я думаю, что у нее... Это камера, у которой будут все преимущества, которые есть у 70D и у 80D. У нее будет очень хороший автофокус. Вот именно в 700D мне не хватает хорошего автофокуса. Потому что если сейчас я включу автоматический фокус, то автофокус будет постоянно елозить. И это мне уже запорол не одно видео. И поэтому я всегда почти что снимаю в режиме ручной фокусировки. Я рассчитываю на то, что Canon 90D будет иметь улучшенную систему автофокусировки. Еще лучше, чем в 70D. Еще лучше, чем в 80D. И за счет этого она лучше подойдет для съемки видео. Также планируется улучшение процессора. Там какой-то DJI GX7 будет стоять. Там будет такой же... Так... А, из интересных фишек там будет еще, по-моему, выход для наушников. Я так понимаю, можно будет записывать видео и слушать при этом голос, который ты записываешь. Насколько я могу судить. Релиз Canon 90D запланирован, по-моему, на конец 2018 года. То есть, есть достаточно времени, чтобы немного накопить денег. И я планирую купить эту камеру. Я так понимаю, что стоимость камеры в рознице будет порядка 70-80 тысяч рублей. Плюс-минус, в зависимости от курса доллара. Ну, в общем, это довольно дорого. И по стоимости это уже приближается, по-моему, к фулл-фрейм камерам. Но это будет крупнутая камера, полностью практически нафаршированная. Здесь будет и поворотный дисплей сенсорный, и все передовые разработки компании Canon. И мощный автофокус, и 4К-видео. И я рассчитывал, что камера все-таки может быть выйдет побыстрее, чем в конце 2018 года. А пока что вот такая информация. В сети уже есть какие-то технические характеристики будущей камеры. Я не стал их включать в это видео. Ну, там больше мегапикселей в сенсоре будет. Там будет более новый процессор, улучшена система автофокуса. В принципе, основные нововведения связаны именно с 4К-видео. И, кстати, по-моему, там расширенный диапазон ISO будет тоже. Насколько они будут рабочими, это большой вопрос. Но в целом это уже будет полноценное полупрофессиональное решение, которое еще, может быть, и не является профессиональной камерой, в полном смысле этого слова. Но это уже не начальный уровень и не любительский уровень точно. То есть это уже такой мощный инструмент. И я рассчитываю, что... При этом куда девать старую камеру? Я рассчитываю, что я буду снимать просто блок, просто с двух камер каких-то. То есть с двух разных ракурсов. И за счет этого ввели еще... То есть в старую 700D я списывать со счетов не буду, потому что она все равно дает неплохую картинку, хотя она не может снимать 4К-видео. Но она снимает достаточно хорошую картинку для того, чтобы снимать видео для Ютуба. Значит, под этим видео я оставлю ссылку на свой основной канал. Если кому интересно, подписывайтесь, ставьте лайки. И мне будет интересно услышать мнение профессионалов о том, стоит ли покупать кинам 90D. Или, может быть, все-таки стоит обратить внимание на компании Panasonic и Sony, которые в последнее время очень активизировали с точки зрения выпуска камер под видео именно. Но там тоже не все так гладко, потому что там и стоимость выше, чем вот... Там и стоимость очень высокая. И даже у топовых камер от этих фирм тоже есть свои недостатки. А пока Canon 90D не выпустили, я буду заниматься тем, что улучшать свои навыки по съемке видео и... ...работать, так сказать, над собой. На сегодня, наверное, все. Будем закуляться. Удачи, до встречи и пока!